Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. В России отмечают День работника таможни. Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной прием граждан, с какими вопросами пришли к мэру жители. С Нового года вырастут пенсии для неработающих пенсионеров. Сколько составит прибавка? С 26 октября в России вступит в силу новый закон о гражданстве. Кому теперь положен российский паспорт и кто может его лишиться? 25 октября в России отмечают День работника таможни. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов отрасли. Самарская таможня, по словам главы региона, достойно выполняет задачи, поставленные руководством страны и федеральной таможенной службы. Сегодня основные усилия ведомства сосредоточены на контроле за ввозом и оборотом товаров, в том числе предназначенных для обеспечения специальной военной операции, оформлением продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполняющих государственный оборонный заказ. В этой связи на работников таможни ложится дополнительная нагрузка и ответственность. Губернатор выразил благодарность коллективу за профессионализм, преданность делу, честность и порядочность, безусловное соблюдение требований законодательства в области таможенного дела. И пожелал крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, реализации всего намеченного, успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества. Вопросы жилищного и социального характера. Глава Самары Елена Лапушкина провела очередной прием граждан. В обсуждении вопросов волнующих жителей приняли участие представители профильных департаментов и районных администраций. К главе города обратились Вячеслав и Марина Кирановы. Квартира, в которой сейчас проживает семья, была предоставлена супругу на время трудоустройства в муниципальном предприятии. Он проработал в данной организации около семи лет и в связи с ликвидацией компании устроился в частную контору. Увольнение со службы явилось основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения. Помимо супругов в квартире проживают их дочь и два несовершеннолетних ребенка. Кирановы хотят сохранить жилье. Елена Лапушкина совместно с представителями департамента управления имуществом рассмотрели законные основания для сохранения квартиры и рассказали о возможности встать на учет в качестве нуждающихся в жилье. Кроме того, семье было предложено размещение в общежитии. Будем искать вариант. Есть нормальное общежитие. Подберем вам хорошую комнату. Надо будет официально трудоустроиться. С трудоустройством мы поможем. Также на прием главе обратилась инициативная группа, проживающая в домах по улицам Печорская и Третий проезд с вопросом развития территорий, в частности создания дополнительных соцобъектов. Глава Самары пояснила, что в настоящее время в Самаре применяется подход комплексного развития территории, который включает в себя не только жилую застройку, но и обеспечение территории объектами социальной инфраструктуры. Отметим, что в КРТ могут входить не только аварийное и ветхое жилье, но и просто старые дома, отвечающие определенным критериям года постройки и состояния. Жители таких домов должны дать согласие на включение их жилья в проект. Новый проект дает им гарантии защиты имущественных прав государством и вместе с тем защищает инвестора от возможных спекулятивных действий собственников. После того, как для развития территории будет определен инвестор, он должен расселить жителей и построить в границах квартала новое жилье, предусмотрев размещение социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник. С 26 октября в стране изменятся условия получения российского паспорта. Также расширится список нарушений, за которые могут лишить гражданства. Изменения содержатся в новом федеральном законе. О нем расскажет Светлана Кудрявцева. С 26 октября в России вступит в силу новый закон о гражданстве. Он приходит на смену нынешнему базовому законодательному акту, который действовал с 2002 года. Новый закон вносит ряд изменений в порядок получения и прекращения действий российского паспорта. Помимо постоянного проживания на территории России не менее пяти лет, знания русского языка и предоставления необходимых документов, иностранцы, желающие стать гражданами России, должны будут также подтвердить знания истории России и российского законодательства. Для этого придется сдать специальный экзамен. Это требование не распространяется на лиц, получающих гражданство по упрощенной процедуре, гласит новый закон. Принимали его больше года. Он содержит в себе огромное количество поправок, которые касаются практически любых аспектов гражданства. В том числе вводятся практически новые правила для принятия в российское гражданство упрощенном порядке. Например, отменяется принятие в упрощенном порядке, связанное с инвестициями, но при этом вводится упрощенный порядок, допустим, для лиц, закончивших с отличием вузы, имеющие там российскую аккредитацию. Закон расширяет категории лиц, которые могут получить российское гражданство по упрощенной схеме без необходимости отказа от другого гражданства и без соблюдения срока проживания. К ним относятся граждане бывшего СССР и их дети. Те, у кого в России проживают близкие родственники с российским гражданством, участники государственной программы по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Лица, чьи родители, дети, дедушки, бабушки или внуки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу в пределах государственной границы России. Из списка тех, кто может получить гражданство по упрощенной процедуре, исключены лица, которые претендовали на него после получения разрешения на временное проживание по браку. У нас раньше существовал укороченный срок, это три года. Сейчас это будет срок, этот уберут, но при этом упрощенный порядок ведут для тех, кто имеет совместных детей с гражданами Российской Федерации. Кроме того, основанием для получения гражданства в упрощенном порядке как раз и станет наличие такого ребенка вне зависимости от его возраста. Также в упрощенном порядке гражданство России могут получить иностранцы, не имеющие вид на жительство, если они заключили контракт о прохождении службы в вооруженных силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, или же лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее одного года и признанные беженцами, либо получившие политическое убежище на территории Российской Федерации. В то же время расширился список оснований для лишения российского гражданства. Здесь и сообщение недостоверных сведений при вступлении в гражданство, как оно было ранее, так и совершение различного рода преступлений против Российской Федерации. Причем список этих преступлений довольно большой. Это и бандитизм, и терроризм, и экстремизм, и пропаганды. Причем срок давности совершения этих преступлений значения не имеет. Человек могут принять в гражданство, и он может совершить это преступление, например, через 8 лет после принятия в гражданство, и его гражданство может быть прекращено. Это касается всех граждан, которые приобретают гражданство, скажем так, не по праву рождения. Закон устанавливает единые сроки для всех органов, принимающих решения о предоставлении или отказе в гражданстве. Органы внутренних дел должны будут рассматривать заявления в течение трех месяцев, дипломатические представительства или консульские учреждения в течение шести месяцев, а президент России в течение года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Россиянам стала доступна упрощенная сдача биометрии в единую биометрическую систему через мобильное приложение госуслуги биометрии без использования загранпаспорта нового поколения. Об этом рассказал представитель оператора единой системы Центра биометрических технологий. Срок действия такой биометрии три года. Для получения упрощенки в приложении госуслуги пользователю необходимо выбрать вариант сдачи биометрии без загранпаспорта, сфотографироваться и произнести три последовательности цифр, представленных на экране. Последний шаг можно пропустить, если клиент не планирует в будущем получать услуги с идентификацией по голосу, уточнил представитель ЦБТ. Оператор рассчитывает, что благодаря упрощенному способу регистрации биометрии доступ к высокотехнологичным сервисам сможет получить более 100 миллионов пользователей госуслуг, имеющих подтвержденную учетную запись. С упрощенной биометрией гражданам вскоре будут доступны покупки в магазинах и интернете на сумму до 2500 рублей. Оплата проезда в общественном транспорте и проход в офис. Пилотный запуск оплаты товаров в точках продаж с помощью биометрии планируется в ноябре 2023 года. Сделали ход конем. В Самарском дворце ветеранов открылся игровой клуб. Здесь можно разложить настольную игру или попробовать свои силы в адаптивных спортивных играх. О том, как прошло открытие клуба и какие планы есть у организаторов по его развитию, расскажет Галина Топилина. Ирина Польгова уже более 10 лет принимает участие в мероприятиях Самарского дворца ветеранов. Рассказывает, это помогает найти близких по духу людей и скрасить одиночество. Сегодня Ирина уже освоила многие классические настольные и спортивные игры. В статусе судьи-инструктора участвует в выездных мероприятиях клуба. К играм привлекает всех своих знакомых. Шашки шахматы – это наше детство. С детства это просто какое-то время было упущенное. Не занимались, когда растили детей, не было времени. Сейчас у нас это время появилось. Здесь меня привлекли игры, которые дают мышление в моей голове, которые мне дают общение с людьми на это. И я развиваюсь. Я своему мозгу не даю стоять. Я мыслю. В клубе представлены бестселлеры мира настольных игр. Шашки, шахматы, нарды, домино – популярные спортивные игры на ловкость. По словам организаторов, такие игры не требуют особых физических данных и специальных умений, но при этом работают на поддержание здоровья. Все эти игры, они не просто для игры. Идет работа мозга у человека, а людям в пожилом возрасте это очень важно, чтобы работал мозг. И самое главное, что люди получают колоссальные впечатления от общения и игр. Все началось с шахматного клуба. Позже было решено открыть клуб более широкого профиля. Спортивные волонтеры помогут освежить в памяти правила игры или научат играть с нуля. Мы поняли, что мало того, что создать место, где люди могли играть, важно еще их научить, важно привлечь людей, которые умеют и знают правила игры и помочь другим людям освоить эти правила. Поэтому в рамках нашего нового игрового клуба мы планируем не только занятия, но и обучение, и повышение профессионального мастерства. В планах Самарского дворца ветеранов – проведение турниров, сеансов одновременной игры с участием профессиональных спортсменов. Ближе к лету – организация открытого фестиваля игр на свежем воздухе. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. С 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров повысят на 7,5% и в результате средний размер составит почти 23,5 тысячи рублей. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Решение коснется 32 миллионов граждан. Размер индексации пенсии должен помочь нивелировать влияние инфляции. Напомним, что с 2025 года индексацию планируют проводить дважды в год, чтобы соотнести прогнозный и реальный уровень инфляции. Цены на аренду квартир в России за последние два месяца выросли в среднем на 15%, а в некоторых крупных городах – на 40%. Среди основных причин эксперты называют дефицит недвижимости на рынке и снижение доступности ипотечных кредитов. Люди все чаще откладывают покупку жилья и снимают квартиры. Рост цен в основном наблюдается в эконом-сегменте, так как именно там наибольший спрос. Рейсы из Самары в Ереван пользуются популярностью, поэтому компания-перевозчик запускает лайнеры с увеличенной пассажировместимостью. Ранее авиакомпания выполняла полеты на отечественных Сухой Суперджет 100 вместимостью 87 человек. Теперь рейсы осуществляются на лайнерах, рассчитанных на 128 пассажиров. Согласно зимнему расписанию, частота полетов по маршруту не изменится. Самолеты будут отправляться два раза в неделю, по средам и пятницам. А время выполнения рейсов скорректируют с 1 ноября. С начала года в Самарской области открыли более 2800 вакансий в отрасли телекоммуникации и связи. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Диапазон предлагаемых зарплат составляет от 35 до 57,5 тысяч рублей. Год назад уровень зарплат у специалистов в этой отрасли варьировался от 28,5 до 50 тысяч. Самые востребованные в этой отрасли в Поволжье специалисты, операторы колл-центра, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов. Эти специалисты одни из самых массовых с точки зрения спроса на рынке труда и одни из самых дефицитных. Ученые оценили возраст Луны в 4 миллиарда 460 миллионов лет. Это на 40 миллионов лет больше, чем считалось ранее. К такому выводу специалисты пришли, изучив образец грунта, который был найден во время миссии «Аполлон-17» в 1972 году. Методом атомно-зондовой томографии был исследован минерал циркон, который содержится на Луне. Затем ученые построили трехмерную карту атомов. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые живописные города для путешествий и творчества в октябре. На первом месте оказался Санкт-Петербург, город, который писали Федор Алексеев, Александр Борюлов, Иван Шишкин, Константин Маковский. На втором месте Москва, оставшиеся на полотнах Василия Перова, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Василия Сурикова, Аполлинария Вознецова. На третьем месте Ялта, которую воспели в красках Иван Айвазовский и Саак Левитан. Ярославль занял четвертое место. Самара оказалась на пятом месте по популярности у путешествующих художников. Далее идут Псков, Тула, Феодосия, Севастополь, Иркутск. Завтра Международный день без бумаги. Его отмечают с 2015 года, в последний четверг октября. Основная цель – не столько отказаться от бумаги в этот день совсем, сколько обратить внимание на ее расход и попытаться использовать бумагу более рационально. До завтрашнего дня еще есть время подумать, сможете ли вы отказаться на время от бумаги и что делать с макулатурой. 100 килограммов макулатуры спасают одно дерево. А сдать на вторсырье можно практически все, что под рукой. Картон, офисную бумагу, тетради, старые записные книжки и потрепанные книги. В последний четверг октября экологи всего мира отмечают День без бумаги. Это не значит, что нужно отказаться от использования бумаги в принципе. Но отличный повод задуматься над тем, целесообразно ли мы ее используем и сократить лишние расходы. Нет, это не представляется возможным в принципе никак. По причине того, что постоянно нужно делать какие-то заметки, постоянно отправляются письма, корреспонденция. То есть в основном это все именно бумажные носители. И без бумажных носителей мы не можем пока обойтись. Мы именно документооборотным, бумажным занимаемся. У нас архивы, мы сохраняем всю документацию организации. И поэтому бумажные носители в этом плане для нас это необходимая вещь. Легко. Мы практически и не пользуемся. То есть у нас все в электронном виде. То есть это даже вспомнить не могу, когда последний раз что-то распечатывали. То есть нам проще все хранить на компьютере. И как бы всегда можно посмотреть. Анна Ложкина занимается экологическим просвещением. Рассказывает, один и тот же лист бумаги, если речь идет о плотной офисной, может быть переработан до пяти-семи раз. Но в пункты приема бумагу нужно сдавать, освободив предварительно от скотча и скрепок, сухую и чистую. Конечно, бумага не так опасна для экологии, как пластик. Но если есть возможность дать ей вторую жизнь, и тем самым спасти хоть одно дерево, почему бы этого не сделать? Вы можете попробовать начать с того, что вам не сложно. Когда у вас получаются дома какие-то бумажные отходы, например, вы выписываете газету, либо без вашего ведома вам кладут бесплатную газету в почтовый ящик. Это можно не выбрасывать мусоропровод, а складывать и раз в месяц сдавать на акциях по приему вторсырья. Либо хотя бы, если вам тяжело ходить куда-то или отслеживать эти акции, всю накопленную бумагу за месяц завязывать в пакет непромокаемый и класть в синюю сетку около дома. Вывозящие компании, они должны направлять на сортировку отходы из бака, который предоставлен для раздельно собранных отходов. В день без бумаги человечество вовсе не призвано отказаться от бумаги совсем. Человечество призвано задуматься о том, сколько бумаги мы используем, сколько бумаги нас окружает. Дайте сегодня бумагу. Не могу. Сегодня день без бумаги. По мнению экологов, отказываться от туалетной бумаги не стоит. И уж тем более, ни в коем случае не нужно заменять ее влажными салфетками. Вот не дай бог. Туалетная бумага – это как раз-таки тот пункт, от которого мы не откажемся никак. Но грамотно подойти к выбору туалетной бумаги – это то, что мы должны сделать. Любые влажные салфетки, хоть они называются одноразовые, они одноразовые в плане нашего применения. А для природы они очень долговечные, потому что все сделано из нефти или газа. Это не тканый материал. Они разлагаются достаточно долго, если вообще сказать, разлагаются. То есть можно твердо сказать, что ни одна тканевая салфетка с момента изобретения человечеством еще не разложилась. Из переработанной бумаги производят упаковку для мебели и бытовой техники, кассеты для яиц и туалетную бумагу. Причем не только серую, но и белую. Правда, ее стоимость гораздо выше, чем у бумаги, сделанной из первичной целлюлозы. Связано это с тем, что инфраструктура сборки и переработки вторсырья пока не настолько развита, чтобы производство было дешевым. Из какого сырья бумага сделана, можно уточнить и на этикетке изделия. Тем, кто решил сократить расход бумаги, стоит отказаться и от одноразовых стаканчиков для кофе. Переработке они не подлежат. Она часть и пластиковая, потому что внутри бумажного стаканчика есть полимерный слой, позволяющий стаканчику дольше держать влагу. То есть бумажный стаканчик не промокает, потому что он не совсем бумажный. Конечно, альтернатива есть. Многоразовые кружки, термосы. Я сейчас греюсь об него в такой прохладный день. Мне дарит тепло эта кружка уже, наверное, года полтора. Еще один способ сократить бумажные расходы – использовать офисную бумагу повторно чистой стороной для черновиков и не покупать новые книги. Мы сейчас находимся около библиотеки. Там практически все книги, какие выходили в последние 10 лет, любые бестселлеры, они есть в наличии. И даже если чего-то сейчас нет в наличии, например, выдано на руки, все разобрали, вы можете это скачать в электронном виде, либо в библиотеке по подписке, прочитать там. Также можно обмениваться прочитанными книгами с помощью буккроссинга. Сейчас в каждом районе Самары есть пункты приема вторсырья, куда можно сдать не только бумагу и картон, но также и пластик. А если доехать до них не представляется возможным, можно на дом или в офис заказать эко-мобиль. Эта услуга бесплатна, машина приедет даже за небольшой стопкой бумаги. Виктория Шаре, Константин Головин, События. Самарский ЦСКА ВВС продолжает выездную серию в Сибири. Сборная по настольному теннису из Самарской области в эти дни выступает на командном чемпионате в Архангельске. Тольяттинская лада встретится в Череповце с местной Северсталью. Подробности в рубрике «Новости спорта». Сегодня в Череповце Тольяттинская лада встретится с местной Северсталью. Ранее в Москве хоккеисты Автограда уступили столичному «Динамо» со счетом 4-5. Счет матча был открыт в середине первого периода. Сергей Шумаков принес первое очко ладе. Но через несколько секунд москвичи сравняли счет. Затем «Динамо» быстро вырвалось в лидеры 2-1. До перерыва «Тольяттинцы» отыгрались. Следующий третий Владислав Семин выдал передачу через всю среднюю зону на Евгения Грошева, который забил третий гол лады. Далее Андрей Алтыбармакян принес еще одну очко «Тольяттинцам». Из-за удаления «Динамовцы» смогли сравнять счет 4-4. Но итог встречи решился в овертайме. Лада потерпела неудачу. Самарский ЦСКА ВВС продолжает выездную серию в Сибири. Во втором гостевом матче серии летчики обыграли «Динамо» Алтай. Первая половина игры осталась за барнаульскими хоккеистами. Хозяева открыли счет в середине первого периода после точного броска Даниила Тютчева. А на 27-й минуте нападающий «Динамовцев» Максим Неволин сделал счет 2-0. Но гости смогли переломить ход встречи. Играя в численном преимуществе, летчики незадолго до второго перерыва забили гол. Основное время завершилось в ничью. Затем команды сыграли пятиминутный овертайм 3-3. Счет остался ничейным. А серию буллитов успешнее пробили самарцы. И выиграли 2-3. Следующий матч ЦСКА ВВС проведет в Новокузнецке с местным «Металлургом» 26 октября. В Самаре состоялся второй матч Чемпионата России по волейболу среди мужских команд. «Нова» принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Хозяева площадки смогли навязать борьбу заведомому фавориту. Стартовая партия долгое время держала всех в напряжении. Ни одной из команд не удавалось создать себе ощутимый отрыв. Но безошибочно провести концовку «Нове» не удалось. 20-25. Во втором сете «Волжане» улучшили результативность, но «Зенит» сдержал натиск хозяев. 22-25. Третья партия у «Новы» не задалась. 16-25. Итог игры 0-3 в пользу «Зенита». Следующий матч «Нова» проведет в воскресенье 29 октября в МТЛ-арене с «Локомотивом». Начало встречи в 18.00. Женская команда по настольному теннису «Самарочка» – одна из самых титулованных в стране. Сборная в эти дни выступает в командном чемпионате в Архангельске. В числе участников второй группы премьер-лиги также команды Москвы, Московской и Ленинградской областей, Архангельска и гости из Узбекистана. Состав самарской команды усилила спортсменка из Китая – Джанг Бин Ю, которая занимает одну из ведущих позиций по достижениям в этом виде спорта в своей стране. В Самаре запустили опрос по выбору названия для нового бассейна в Куйбышевском районе. В опросе могут поучаствовать все желающие горожане. В бассейне будет шесть дорожек, что позволит проводить официальные спортивные соревнования. На втором этаже предусмотрены комфортабельные трибуны. Кроме этого, на спортивном объекте также расположатся тренажерные и хореографические залы. Самарцам предлагают несколько вариантов названий на выбор. «Звезда», «Жемчужина», «Аквамарин», «Волга», «Флагман», «Акватория», «Чемпион». Можно предложить и свой вариант. Принять участие в голосовании на портале Госуслуг можно до 13 ноября. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре пройдет фестиваль-выставка «Друг человека». Она состоится в выставочном центре «Намичурино» 28 и 29 октября с 10 до 19 часов. Это крупнейшая выставка животных из приютов Самары. Предстоящий фестиваль будет юбилейным. Он пройдет в десятый раз. Основная цель – привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им шанс обрести новых хозяев. В этом году на выставке будут представлены порядка 120 кошек и 80 собак из пяти самарских приютов. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно на самом мероприятии. При передаче кошек и собак новым хозяевам сотрудники приютов проконсультируют по возникающим вопросам. Фестиваль проходит при поддержке администрации Самары, Департамента городского хозяйства и экологии администрации и администрации Октябрьского района. Федеральное агентство по делам национальностей проведет восьмую международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» – информирует телеграм-канал промышленного района. Это просветительский проект, который знакомят с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция состоится в период с 3 по 8 ноября в онлайн-формате на сайте мирэтно.ру в каждом субъекте Российской Федерации и за рубежом. В администрации Советского района продолжаются информационно-правовые семинары и консультации для председателей советов и актива многоквартирных домов в рамках проекта «Мой дом». На последнем семинаре узнали о новом мобильном приложении «Госуслуги дом», которое значительно упрощает управление многоквартирными домами. С помощью приложения можно контролировать расходы, направлять обращения в госорганы, оплачивать ЖКХ без комиссии и многое другое, делая жизнь в МКД более удобной и эффективной. Кроме того, семинар затронул важные вопросы безопасной эксплуатации газового хозяйства и правила благоустройства, сообщает телеграм-канал Советского района. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok